Привет, друзья! Как вы думаете, почему сегодня над Калугой скопились такие мрачные и темные тучи, а дождь все поливает и поливает? Потому что вся энергия, живая и неживая, скопилась сегодня здесь, в этом баре, баре Мэднес. И сегодня мы открываем первую калужскую премию «Рок моей души». Сегодня мы узнаем, кто станет лучшим. Первый этап, поехали! Первая калужская премия, от которой просто закрутит тебя в невероятном фейерверке, проводах и музыкальном движе. Это квадрашки-голосовашки. От этих маленьких бумажных штуковин будет зависеть судьба лучшего рок-коллектива нашего города, друзья. Очень значимая штуковина. И некрасивая. Каждый получит свое. Где же здесь? Вы, случайно, не видели самый лучший рок-коллектив этого города? Нет? Я не знаю, я вот ищу, пытаюсь найти. Может быть, под тарелочками? Нет. За барабанами? Тоже нет. Ну, не знаю, сейчас мы должны найти, найти еще чуть-чуть, и мы найдем самый крутой коллектив в этом городе, я обещаю. Сейчас начнется просто торм. Тебя торнадо сокрушит. Игря метровом мощный звук. И от толпы уже не заглушить. Тебе не показалось вдруг. На скучке только не спешит. Сейчас ты смотришь сквозь меня. На рок моей. На рок моей. Ребята, почему вы участвуете сегодня в первом отборочном туре региональной рок-премии? Ну, во-первых, я считаю, что премия будет шикарная. Почему? Потому что, учитывая даже то, как устроен зал, есть очень много плюсов в плане звука света. Это первый момент. Второй момент, все-таки это премия, это какая-то конкурсная основа. Это уже, опять же, плюс. То есть мы все-таки надеемся на то, что, может быть, возьмем первое место. Ну, и, собственно, чтобы, опять же, народ, публика увидела, что мы как-то концертируем, выступаем, двигаемся в музыкальном направлении, чтобы все было хорошо в дальнейшем. Успехов вам, ребятачки. Какой настрой на победу? Да вообще замечательный. За нами первый. Прямо порвете все? Да, по-любому. По-другому вообще никак. Чем вы лучше других? Чем лучше других? Потому что мы Between Angels and Demons. Кстати, а сколько лет вашему коллективу, сколько уже играете в Калуге? Выступали где-то еще за границами нашей Калугской области? Ну, да, конечно, выступали. Лет нам сколько? С 14-го года, как БААТ существуем. Так-то мы, ну, как бы себе бывшие музыканты, играли во множество коллективов. Вот, а выступали, да. Где мы выступали? Да везде, блин. Где зовут, там выступаем. Ну, я бы хотела вам пожелать успехов. Огромной движухи. Классных аплодисментов. И, конечно же, победы. Спасибо. Это была группа Between Angels and Demons. Этот рок моей души. Я то, что надо. Скажи, пожалуйста, что такое рок-н-ролл? Хорошая музыка. Как ты? Хорошая музыка. Почему сегодня здесь, ребят? Ну, честно сказать, посмотреть на друзей. Вот, а так давно никуда не выбирался. Почему бы и нет? Голосовать будете только за друзей, как бы, именно их пришли поддержать, или просто будете честно выбирать коллектива? Я не предвзятый человек. Так что я проголосую. Что мне больше понравится, за то и проголосую. Считаешь, пиво способствует поднятию градуса рок-премии, а не только в тебе градус? Пиво способствует качеству восприятия рок-н-ролла. Замечательный ответ, просто замечательный. Как проходит репетиция? Это не репетиция, это сам человек сейчас вот нарулим звук. Я это имела вид. Нарулим звук, и все будет замечательно. Пока все еще плохо, но все будет хорошо. Рядом со мной сейчас группа Мортит, участники первого отборочного тура рок-премии. Ребятушки, какой настрой на победу? Вообще, он есть настрой на победу сегодня? Да, конечно. Все будет хорошо, отлично все. А что сегодня вы утром сделали, чтобы победить? Я проснулся сегодня. Стулись. Самое главное, проснуться, собраться с силами и прийти сюда? Конечно. Пару слов о вашей группе. Что за коллектив, какую музыку играете, давно ли играете? Играем два года уже. Играем музыку. Но изначально это был gothic metal, сейчас уже ушли от направлений, так сказать. Музыка совершенно разная. Играем то, что получается, то, что нравится. В принципе, можете все послушать. Это как хобби или уже профессиональный заработок идет? Ох, с заработком-то понятно, что это всегда сложно, но это не хобби в то же время. Потому что музыкой все ребята занимаются уже очень давно. Это не первые десяток лет, так сказать. Поэтому... Это всего рок моей души, да? То, что вы играете, это рока, а это в душе. И как наше время, рок моей души. Вот прямо здесь, да-да-да. Душ уже давно нет. Вы продали душу дьяволу, чтобы классно выступать, чтобы классно играть? Нет. Просто ее не было изначально. Такой бездушный рок-музыкант. И все вот они такие красивые, обаятельные, жестокие и бездушные. Но классно играют. Ребяточки, сколько стоит полететь на Марс? Как ты считаешь? Сколько что? Сколько стоит полететь на Марс? На Марс? Миллион долларов. Мне кажется, полететь на Марс бесценно. А что вы сделаете, если вы выиграете? Будем радоваться. Спасибо, удачи вам. Это была группа Мортит. Раскачаем движуху этого города, как я раскачиваю эти качели. За моей спиной одна из самых известных калужских рок-групп, группа Аскот. Привет, друзья. Здорово! Я вижу, у вас просто отличное настроение. Это первый этап музыкальной премии «Рок моей души». Какой настрой на победу вообще? Верите ли вы в победу? Или вы просто уверены, что да, мы будем первыми, мы будем красавчиками? Я даже не знаю, что на это ответить. Главное – участие, ребят. Главное – оторваться для себя. А если это понравится всем вокруг, то это вообще еще вдвойне круче. Вот так. Скажи мне, что ты сделал сегодня утром, чтобы победить? Ничего. Если кто не знает, то раньше у него был обычный человеческий цвет волос, а теперь он похож на Барби. Почему ты перекрасился? Просто решили сделать. Анька говорит, давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. На самом деле, это круг, это очень круто. В серый вообще перекрасится. В седой. Нет, это будет очень скучно. Ребят, как считаете, вообще в нашем городе много достойных коллективов, много ли достойных соперников? Кто мне ответит? Конечно, много. Я не знаю. Вот, ребят, спросите, я не отвечаю. Я думаю, много. Но кого вы видите самым таким серьезным, сложным конкурентом? А их не будет именно участников. Спарта и Апокалипсис – самые наши любимые группы. А что вы сделаете первым делом, если вы выиграете? А кроме «аааа», что мы еще сделаем, пока не знаем. Да, не знаю. Оторусь, как и надо. Ребят, и самый главный вопрос на сегодняшний день – синус 250. Я гуманитарий. Я уже не помню, что это такое вообще. Я тоже не знаю, это просто было крутое слово. Синус. Всем рок. Меня просто трясет. Смотрите, сколько здесь людей. И все они пришли на первый этап рок-премии. Премия «Рок моей души». Все эти люди будут выбирать лучшую команду первого этапа премии «Рок моей души». Смотри, они все разные, как и наша музыкальная группа сегодня. Очень много, очень разной, хорошей музыки и хороших людей. Саш, скажи, пожалуйста, что после рок-премии изменится в музыкальной жизни города? Что-то новое будет? Или ты все перевернешь с ног на голову? Что будет? На самом деле, не то, что прям с ног на голову, да, это рок-премия задумывалась для того, чтобы как-то сподвигнуть молодых музыкантов, играть не только в нашем городе и даже не записываться у нас в какой-то студии, да, потому что не каждый музыкант может там выделить деньги либо еще что-то, да. Эта премия позволит некоторым исполнителям просто получить это бесплатно. Это будет и видеоклип, и студия звукозаписи в Москве. И, ну, вот просто один большой шаг вперед. Главный приз какой? Первый, у нас три номинанта, и за первое место это как раз, это видеоклип, лайф-видео охрененное, со всех сторон камеры, тут будет такой масштаб, вау! Что за коллективы участвуют? Все коллективы, которые подали заявку, это коллективы Калуги, ближайших регионов, Калужского региона, да, области, то есть это Обнинск, Козельск, да, то есть вот все, что связано с ближайшими прям местами, они все едут к нам сюда сейчас. Планы, планы какие? Расширять будем дальше за границей Калужской области, пойдем? Во-первых, рок-премия под названием 2, вторая часть будет планироваться по-любому, да, и, соответственно, уже есть некие задумки, чтобы развить это не только в этом городе, а и в ближайших городах. Спасибо, это был Александр Лукинчук, организатор рок-премии. Кстати, для тех, кто очень любит селфи, в баре Мэддесс есть уникальная возможность, есть самое охраненное в городе зеркало, по-моему. Я бы мечтала, чтобы такое зеркало было у меня дома, я бы постоянно делала селфи-селфи-селфи-селфи. Рок-премия. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит рок-н-ролл? Окей, так, что значит для тебя рок-н-ролл? Ой-ой, давайте, не бой. Все, да, ой, понятно, пока ответы не очень. Что такое рок-музыка? Это жизнь. Скажи, пожалуйста, что такое рок-н-ролл? Макияж в выступлении – это очень важный элемент, без него никак, а особенно для девушки. Аня, скажи, пожалуйста, какой макияж ты сегодня выбрал для выступления? Ну, вот решила стрелочку вверх, стрелочку вниз, прочитала в журнале, что это модно, шучу, конечно, не читаю я таких журналов, просто мне захотелось сделать так сегодня. Тебе идет. Правда, я идет. Вы любите поцелуи? Я очень люблю. Пойду поцелую своих друзей. Привет, моя хорошая. Как настроение? Какие ожидания от сегодняшней рок-премии? Все-таки первый этап. Должно быть мега-супер-офигительно. Ну, все будет отлично, как всегда. Победишь лисички. А как считаешь, кто сегодня из музыкантов будет первым? Лучший. Лучший. Ну, посмотрим, кто же будет лучшим. Ну, премии делаются постоянно. Ты считаешь, что это подвигнет нас к чему-то? Что надо мутить, надо дальше стараться, чтобы было все лучше и лучше, качественно, бороться, сопротивляться друг с другом, соперничать? Я не знаю, тяжело ответить, потому что люди, у которых есть стремление к чему-либо, они всегда это делают, несмотря ни на какие трудности. А кто ленивый, хреный, просто думает, что он встает рок-звездой на ровном месте, так они останутся в том месте, где находятся. Да, заметьте, ленивых рок-звезд не бывает. Потом можно стать ленивым, когда уже что-то добился. Добрый, для чего сегодня пришли сюда? Послушать музыку. А знаете, что здесь сегодня рок-премия, что здесь будут группы соревноваться, верно? Да. А как вы считаете, рок-н-ролльная движуха в нашем городе, она есть или вот мы, надо ее создать вот такими премиями? Ну, в принципе, довольно-таки много сейчас концертов по Калуге, по разным барам. Но такие вот концерты, то есть именно фестивали, фестивального типа, как рок-моёй души, мне кажется, побольше бы таких. Потому что собираются люди разные, разные команды, разные вкусы. И чем больше такого, тем лучше, я думаю. Спасибо. Поделись секретами, я тоже хочу такие офигенные глаза. Они у тебя красные от того, что ты уже жаждешь просто начало выступать? Я хочу в туалет. Не, вырезать будем? Нет, в туалет можете оставить. А пишите, рок-н-ролльная движуха в нашем городе, она есть сейчас? Думаю, что да. Вот мы регулярно посещаем это место. Тут недавно тоже какие-то ребята стулы пели. В общем-то, я считаю, что для такого города она на уровне. Как вам сама идея рок-премии? Только за. Да, нужно развиваться. Как бы, в общем, целиком и полностью да. Привет! Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в Калуге у нас есть особый такой пласт рок-н-ролльной движухи? Сегодня узнаем. А до этого ты её не замечал, а её как бы и не было? До этого я не обращал внимания. Почему сюда пришёл? Как ты узнала рок-премия? Мы участвуем. Что за группа? Группа «Монолит». Когда вы сейчас? 23 числа, приходите все. Мама, папа, привет. Тут у нас рок-премия, а у меня в голове порнофильмы играют. Панк-рогруппа порнофильмы. Они не пьют, не курят и мясо не едят. Самые искренние панк-рокеры страны. Прости, прощай, привет. Всем привет. Срок премии. Привет, привет. Друзья, скажи, пожалуйста, у нас в Калуге есть особый пласт рок-н-ролльной движухи? Что у нас есть? Конечно, есть. Скажем, не такой распространённый, не такой многочисленный, но он реально есть. То есть, особенно в последнее время. Почему это произошло? Почему именно в последнее время он появился? Видимо, появились люди, которые начали этим заниматься, начали продвигать это движение, начали приглашать сюда. Не только коллективы, скажем, местные, соседних регионов, но в том числе и за рубежа. Сейчас это прям на глазах растёт, количество концертов и уровень. Уровень сейчас, я считаю, гораздо вырос за последнее время для нашего города. Как для зрителя, чего ещё не хватает, чтобы прям было мега супер? Публики, я бы сказал публики. И, конечно, площадки чуть-чуть побольше, но здесь возникнет другой вопрос, потому что люди просто... Посещаемость невысокая. Особенно, если это что-то экстремальное, то от сил человек 10-20 бывает. Может быть, люди зажрались просто, как считаешь? Люди обленились, люди не зажрались, люди обленились. Люди жалеют каких-то там 200 рублей, чтобы сходить на концерт, получить дозу вот этого адреналина, этого драйва, этой движухи. То есть, ну, всё от приоритетов зависит. Друзья, ходите на концерты, ходите, мы вас искренне простим, потому что если вы пропустите вот эти вот моменты, потому что сейчас Калуга, она поднимается. Всё, все мы это чувствуем, надо ловить момент, друзья, ходить на концерты. Круто, а как ты считаешь, рок-н-ролльную движуху этого города, премия, раскачает как-нибудь? Я думаю, да. Множество концертов, чуть ли не каждую неделю по одному. Да, движуха будет. Уже есть полюбившийся коллектив, за которого ты отдашь свой голос или будешь смотреть, прикидывать? Да, они стоят сзади меня, группа мордит. Спасибо. Рок-премия, что это, для чего она здесь, для чего вы здесь? Мне нравится рок-музыка. Сама идея рок-премии как-то? Ну, замечательно. Знаешь, ты знаешь, что это? К сожалению, не знаком с группами, которые будут выступать. Или вы просто шли мимо и решили зайти, услышали музыку и решили зайти? Нет, мы на самом деле пытались в предыдущей пятницу найти ваш бар и не смогли. Мы заблудились. Ну, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Миш, ну как тебе начало? Вот только-только все пошло, только движуха началась. Твои впечатления? Ну, отлично, все началось. Хорошая группа зажгла. Хорошо. Уже что-нибудь успел в них оценить? Заметь какие-то нюансы их выступления? Как будешь их оценивать? Я заметил энергетику, которая от них идет. Это хорошо. То, что должно быть в таком металле, который играют они. У тебя хватит сил оценивать все дни рок-премии? Все дни? Я думаю, что на баре не хватит столько горючего, чтобы... Хватит. Хватит? Тогда... Тогда останешься? Да. А-е-е-е. Друзья, знаменательное событие в этом баре. Первый голос отдается за группу... Мортит. У-ху-ху! Есть. Как тебе премия? Заебись. Заебись. Скажи, пожалуйста, как тебе премия? Первая группа, как тебе их выступление? Первая группа? Очень интересно, на самом деле, ребята... Да поэтому ты стоишь в коридоре и пьешь пиво, тебе очень интересно. Это, извините меня, это, извините меня. Я стою здесь, потому что здесь очаровательная ведущая, которая умеет фотографироваться, очаровательно выглядит. Спасибо, спасибо. Рок моей души. Раскачаем движуху этого города, как я раскачиваю эти качели. Бззз.